Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Мишели до того, как она стала известна. Ну а если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. А теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Детство и юность. Мишель Гаджиева родилась 26 октября 2000 года в российской столице. В видеовизитке девушка призналась, что росла под строгим контролем родителей, которые жестко критиковали дочь за малейшую провинность и стремление выйти за установленные рамки благоприличия. К слову, отец у нее по национальности дагестанец, и он провожал девочку в школу, даже когда она училась в старших классах, не разрешал ей краситься и даже выщипывать брови. Сросшаяся монобровь, к слову, служила поводом для насмешек и издевательств в школе. Стоило ли говорить, что популярностью среди сверстников Мишель в детстве не пользовалась, да и очереди желающих набиться к ней в друзья не наблюдалось. Мама также практиковала гиперопеку и сверхмеры, а за принесенную в дневнике тройку девочке грозила взбучка. Мечта Мишель стать моделью также вызвала непонимание в семье и в итоге разбилась о берег реальности, несмотря на то, что Мишель предлагали контракты. Однако политика воспитания, направленная на то, чтобы ребенок не посрамил честь семьи, в итоге спровоцировала мятежные настроения. Позрослев, Гаджиева взбунтовалась и первым делом изменила внешность. Так изменила, что сейчас в эффектной короткостриженной блондинке трудно разглядеть кавказские национальные черты. Помимо этого, Мишель стала проявлять признаки адреналиновой зависимости. Девушку регулярно видели на крышах и мостах, свисающей на руках с парапетов и гуляющей по оживленной трассе. Непонятно, кому таким экстримом Гаджиева больше желала пощекотать нервы – себе или родителям. Но остановиться, по ее словам, уже не получалось и пришло понимание, что рано или поздно придется заплатить жизнью за любовь к экстремальным развлечениям. Итак, карта Тинькофф Блэк. После того, как вы оставите заявку на получение данной карты, вам позвонят из банка и договорятся с вами об удобной дате, месте и времени встречи. До 30% кэшбэка на единоразовые покупки у партнеров банка. Поддерживают платежные системы, такие как Visa, MasterCard, Mir. И вы можете выбрать, какая вам больше нравится. Даю точнее фирменный кардхолдер. Выпуск карты, доставка карты осуществляется совершенно бесплатно. Под видео я оставлю в описании ссылку. Пройдя по этой ссылке, вы можете оставить заявку на получение этой карты. Личная жизнь. По словам Гаджиевой, из-за экстремальных выходок и нежелания жить по чужим правилам у нее почти не осталось людей, которых можно было бы назвать близкими. Молодой человек, с которым Мишель строила отношения, также открестился от девушки. Однако на любовных фронтах пацанки отнюдь не глухо. Ведь сразу после выхода первых выпусках седьмого сезона, вокруг личной жизни Гаджиевой в сети разгорелись нешуточные страсти. Градус интереса подогрела сама блондинка, опубликовав пикантное видео в ТикТоке, на котором она целуется с другой девушкой. Новые пацанки. В 2022 году Мишель присоединилась к реалити шоу «Новые пацанки». Она рассказала, что на проект ее привело желание преодолеть адреналиновую зависимость, пока не случилось худшее, а также научиться решать проблемы без помощи кулаков. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Если вам оно понравилось, то с вас лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...